Как сложно купить хорошие беспроводные наушники. А чтобы у них был достойный микрофон? Да не хуже чем в airpods или в хуавей фрибатс 2 эти наушники сложно найти в продаже. И на краудфандинговой платформе собрали 65 миллионов рублей чтобы эти наушники увидели жизнь, aptx, блютус 5.0 и крайне спорный бокс для зарядки. Интересно? Тип 268 Всем привет вы на канале Поль Зенет и сегодня я расскажу вам о наушниках FUNKAL AI. И да, я как и вы не знаю куда делась фирма которая их выпустила. На их официальной странице в фейсбуке нет никаких данных, но это не важно. Для такой информации есть стримы на моём канале. А сейчас как всегда максимально кратко, быстро и ёмко у меня не получится. И вы поймёте почему. Для начала под распаковку я расскажу вам три причины по которым полгода я их не покупал. Первое. Они ноунейм. Не очень хотелось рисковать. Второе. Цена для ноунейма была просто космическая. До распродаж. Да и сейчас отдал такие деньги я за кота в мешке скрипя сердце. Потому что вам пообещал сделать обзор. Третье. У них крайне спорный внешний вид. Я в принципе блестяшки не люблю. По мне дизайн либо для мажоров либо для девушек. Хотя я и купил белые. Чёрные по моему субъективному мнению более мужественные, но не такие эффектные для того чтобы показывать их в ролике. И я не имею ни малейшего понятия сколько они ещё проживут. Но продавать и разыгрывать их я не буду. Сейчас узнаете почему. Первое. Упаковка. За пересылку можете не беспокоиться. Дарить можно без упаковочной бумаги. Мне всё понравилось. Хотя это редко бывает. Второе. Комплект стандартный. Блок зарядки. Наушники. Кабель. Руководство. Три пары дополнительных амбушюр. А руководство нежелательно выбрасывать. Оно вам точно пригодится. Третье. Кабель зарядки микро юсби. И учитывая стоимость ушей это довольно странно. Но это только учитывая их первоначальную стоимость. Четвёртое. Блок зарядки. Форма странная. Слишком большой, но симпатичный. Глянцевая поверхность верхушки царапается практически сразу. Притом основная часть матовая. Кейс выполнен из пластика. Надпись фанкал у меня впечатана. Говорят что есть варианты в которых на кейсе нанесена эта надпись краской. Выглядит крайне эпично. Как на мраморной фреске. На дне бокса информация о рекомендуемом токе для зарядки. Конкретно 5 вольт на 1 ампер. А также идентификационный номер и название фирмы. Прилично и аскетично. А вот крепление крышки довольно слабенькое. Слишком большие зазоры в боксе. Не особо топовые магниты для ушей. Блок упадет. Уши вылетят точно. Сама крышка довольно сильно люфтит. Без блока всего 34 грамма. Габариты кейса 66 мм на 29 мм и на 29 мм в ширину. Сама крышка открывается только от довольно сильной тряски. Но я могу назвать вам минимум 5 пар наушников у которых кейсы от тряски не открывались. Довольно сильно бесит диод над входом зарядки. У него следующее состояние. Индикация как говорится проста. Заряд батареи в норме. Как только вы поместите уши в бокс этот индикатор загорится красным. Когда заряда у батареи почти не осталось после помещения ушей в бокс индикатор заряда футляра будет медленно мигать красным что значит вам пора заряжать бокс. Когда вы заряжаете бокс индикатор горит красным. При полном заряде бокса индикатор будет гореть белым цветом. Пятое. Автономность. Уши заряжаются около 55 минут. Сам кейс заряжается 1 час 15 минут с нуля до полного заряда. При работе со стандартным плеером на 100 процентах громкости уши на кодеке aptx отработали бодрых 4 часа 45 минут. И не важно что у них заявлено это очень таки неплохой результат. Внутри бокса два аккумулятора по 360 махов каждый. Полного заряда кейса хватает на 3 перезарядки наушников. На 100 процентах слушать довольно сложно на 80 процентах громкости автономность ушей становится около 5 чистых часов. И значит при максимальном заряде кейсов и ушей мы имеем 20 часов автономности. Что более чем хорошо. Шестое. Говорят уши в белом цвете с вами на китайском языке. И в чёрном некоторые тоже говорят на китайском. Зависит это от прошивки ушей 18 11 15 23 английская 19 03 22 33 китайская. Спросите у продавца перед покупкой какая конкретно прошивка будет на вашей паре. Седьмое. Защита от влаги и пыли IPX5. И это значит наушники защищены от воздействия струй воды под низким давлением в течении 3 минут и защищены от пыли почти полностью. Но бокс не защищен. Восьмое. Сами наушники матовый пластик что у кейса, но на них есть хромированный блестящий ободок. На белых наушниках отпечатки на глянце не заметны, но на чёрных я уверен что они будут чуть ли не светиться. Швы на ушах с внутренней стороны очень видны. Но какая разница ведь никто не видит. Весит каждое ухо по 4,9 грамма. Габариты ушей 40 мм на 22 мм на 15 мм. На логотипе находится сенсорная панель с логотипом производителя. Удобно что сенсор они отгородили вот этим блестящим ободком. Чувствительность сенсора так себе, но приноровиться можно. Ближе к микрофону с внешней стороны ножки находится светодиод. Во время работы прерывисто пульсирует белым светом каждые 5 секунд. Вот это просто эпичный фейл. Тебе конечно всё равно, а окружающих довольно сильно раздражает. Пусть яркость и не сильная. В темноте довольно заметен. На дне каждого наушника расположен микрофон и он великолепен. Запись проверки работы сейчас вы слышите. По ощущениям ничуть не уступает аирподсам, только в людных местах слегка хуже, так что по микрофону эти уши у меня в топ 3 которых я рекомендую для переговоров. И да, я перечитал перед обзором очень много отзывов на разных ресурсах. И конечно же здесь как и у любого производителя бывает брак. Очень странно, что на англоязычных форумах намного меньше брака по ощущениям чем на русскоязычных. И конечно же вам стоит их покупать только там где можно будет вернуть средства в случае чего. Точно не с рук. На алиэкспрессе пока они есть по ссылке в описании к видео, но их довольно быстро раскупают. Кстати кто не подписан подписываемся за лайк, подписку и коммент раз в неделю на стриме я разыгрываю ми бэнд 3 и онор бэнд 4 ран эдишн. А сейчас в розыгрыше ещё несколько ми бэнд 4. Читайте описание там все условия. Девятое. Цена. И сколько они стоили пол года назад я даже вспоминать не хочу. Сейчас на алиэкспрессе без защитного чехла они стоят 3200 рублей, что около 50 долларов сша. И я считаю эту цену крайне адекватной таким ушам. Как вы уже поняли цветовых решений у них всего два. Это белый и чёрный. Никаких акций я на них не видел, но кроме падения цены до 50 долларов, что акций я не считаю. Сам я покупал за 3400 рублей с кейсом. Кейс отвратителен и бесполезен. Его я вам не советую. Он огромный. Десятое. И наверное это самое важное. Звук. Диаметр звуковода составляет 5 миллиметров. Прикрыт он сеткой. Ножка наушников смотрит вниз на 90 градусов относительно звуковода. Штатные амбушюры – самый дешёвый Китай. Но даже с ними, с кодеком aptx наушники звучат просто отлично. Куча баса, правда немного зажатые средние частоты и верхние слегка с перебором, но по мне это максимум что можно было выжать из наушников затычек и это без игры с эквалайзером. При смене кодека же разницу ощущаешь конечно сразу. Разрывов нет. Но в местах большого скопления вай фай сетей в основном у жилых домов при высокой скорости передвижения могут подлагивать. А при неспешной прогулке, если не будете перекладывать телефон из кармана в карман – лагов не будет. И это в кармане брюк – если источник звука будет выше ваших штанов, допустим во внутреннем кармане куртки, о подлагиваниях можно забыть. И конечно дома они ловят через две стены, ведь блютус 5.0, задержек при воспроизведении музыки или видео вообще нет. Есть как и всегда минимальная задержка при игре в пабг. Еле заметная. Как они и обещали – качество звука – хай фай. И чрезвычайно низкая задержка – меньше 60 миллисекунд. Логично, что для лучшего проигрывания. Подключаются к сопряжённому девайсу просто молниеносно. Про шумодав – ощущение, что он активный. На предельной громкости окружающего мира для вас существовать просто не будет в плане звука. Система шумоподавления в наличии у микрофона, а не у динамиков. И она работает. Как вы уже поняли – поддержка кодеков aptX и AAC. На борту – куалкомовский чип QCC 3026. Перечислять его характеристики я не стану, но кратко – он хорош. Говорить об этих ушах я могу ещё долго. Если ролик будет набирать просмотры – посвящу им стрим. А так в воскресенье конечно же о них ещё кое что расскажу. Резюмировать здесь можно только тем, что тёмная лошадка получилась просто топовой. И именитым производителям здесь есть чему поучиться. Примечательно, что рекламы в сети на них практически нет. И если вы знаете о новых проектах – закиньте мне информацию в личку. Уши я покупал сам, рад как слон, что могу посоветовать вам продукт, который довольно сложно найти в продаже, но поискать его точно стоит. Не факт, что у продавца, у которого покупал я на алиэкспрессе они ещё останутся, но вроде есть ещё на ebay и хватит их ещё на авито, хотя это рискованно. Ну опять же в больших городах. Товар однозначно советую, следующий обзор будет наконец на джойстик геймсир 6, вроде бы я с ним разобрался. На канале минимум 3 обзора в неделю и 1 стрим. Все розыгрыши проходят на стримах. По всем вопросам пишите в комментариях, отвечаю всем. Мата на канале нет. Хотите помочь каналу – репостите обзоры, которые вам понравились и пишите на что ещё сделать обзор. Девайсу да или нет польза нет даст ответ. Добра и удачи вам дорогие друзья.